В уличном искусстве, как и на войне, все средства хороши. Стрит-арт художник Ян Кузьмин вооружен до зубов. Задача не из легких – сделать ярче фасад одного из домов по улице Чайковского. Набросок готов, осталось добавить красок. Изображение переносили с проектора, потому что на таких масштабах это нереально тяжело делать на глаз. Здесь сразу компоновка на месте и уже дальше будем выкрашивать. Тяжелая артиллерия в бой. Теперь можно приступать к созданию уличного шедевра, который по масштабу уступает разве что творениям Церетели. Портрет советского актера Леонида Быкова, запомнившегося зрителям прежде всего игрой в военных картинах, займет целых пять этажей. Все поддержали этого героя. Это собирательный образ нашего воина, который выиграл Великую Отечественную войну. Тем более с нами рядом находится детская площадка, куда приводят детей. Дети будут интересоваться рисунком и им будут рассказывать про это все. Это обязательно, это познавательно. Жители одобрили, власти поддержали. Городская администрация выделила технику, единороссы снабдили материалами. Представители ТОСа Гагаринский предоставили холст. Кстати, последние давно вынашивают идею превратить микрорайон в галерею стрит-арта. Совет ТОС давно выступал с инициативой сделать вообще из города Сочи музей под открытым небом. Именно высокохудожественного граффити. Потому что то граффити, которое у нас на подъездах, которое у нас в подъездах или там на заборах, ну это не то, к чему мы должны приучать наше молодое поколение. Не на этом граффити должны люди учиться чему-то. Только во всех смыслах высокое искусство. Стрит-арт-художники, которые работают над созданием этого портрета, профессиональные дизайнеры. Так что результаты их творчества – настоящий подарок для горожан. Его граффитисты планируют преподнести к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.